Итак, я заметил, что Кадыров стал стесняться своего слова-паразита, don, don, которое он постоянно произносит, неважно на каком языке он разговаривает, на русском или на чеченском, и теперь ЧГТРК при монтаже его записи, они корректируют, редактируют вот эти вот, редактируют его речь и убирают оттуда это слово-паразит. Когда Кадыров говорит, особенно Кадырова, видимо, не нравится, но вообще режет слух, когда он говорит на русском и постоянно употребляет вот это вот слово-паразит. Когда человек говорит на чеченском, это, в принципе, звучит нормально, как-то привычно для слуха. Но когда человек говорит на русском языке и использует слово-паразит, обычно используемое при разговоре на чеченском языке, это очень режет слух. И, видимо, Кадыров начал комплексовать по этому поводу, и ЧГТРКшники стали редактировать его речи. Итак, сначала я вам покажу в оригинале съемку. Это ролик, который опубликовали на официальном канале ЧГТРК «Грязный», и это полная версия новостей. Он до сих пор лежит у них на канале. Вы можете, вы сейчас увидите картинку, по названию вы поймете. Значит, как он называется, и сможете его найти. Итак, обратите внимание, считайте. Я насчитал, что он 13 раз говорит слово «Дон». Вы можете сейчас посчитать. Уважаемый Игорь Иванович, Андрей Александрович, Михаил Юрьевич, дорогие друзья, я рад еще раз приветствовать вас в республике «Дон». У нас с вами возможность «Дон» поговорить, обговорить «Дон», проблемные вопросы и положительные «Дон», направления «Дон», и что необходимо для улучшения «Дон», взаимодействия «Дон». Я хочу поблагодарить вас всех, что вы приехали в республику, и не просто приехали, открыли «Дон», дорогу, мост, с собой «Дон», привезли «Дон», так сказать, в самую необходимую технику для сотрудников ГАИ «Дон». Я насчитал 13 раз, он говорит «Дон», «Дон», «Дон». Теперь, уже после того, как они выкладывают полный выпуск новостей, затем они делают вырезки из этого полного выпуска, отдельно по темам разносят эти репортажи. И вот эту встречу с этим министром транспорта, они ее выложили отдельно. И вот там уже он лишь два раза говорит слово «Дон». Слушаем. Дорогие друзья мои, Игорь Иванович, Андрей Александрович, Михаил Юрьевич, дорогие друзья, я рад еще раз приветствовать вас в республике. У нас с вами возможность поговорить, обговорить все проблемные вопросы и положительные направления «Дон», и что необходимо для улучшения взаимодействия «Дон». Я хочу поблагодарить вас всех, что вы приехали в республику, и не просто приехали, открыли дорогу, мост, а с собой привезли, так сказать, самую необходимую технику для сотрудников ГАИ. Вот, я что хочу сказать по этому поводу. То, что Кадыров стал комплексовать этого момента, этого своего слова «паразит», это неплохо. Только решать эту проблему нужно не редактированием видео, а работой над собой. Нужно учиться разговаривать на русском языке без употребления вот этого слова «паразита». А ЧГТРК, значит, грязный, им нужно, если они освоили, значит, вот эту вот работу по редактированию его речи и устранению оттуда слова «паразита», но вам теперь, следующий этап, вам нужно освоить работу по устранению противоречий в речах Кадырова, потому что это еще большая проблема, чем слово «паразит». На недавнем совещании Кадыров сделал заявление, противоречащее его действиям. Давайте для начала послушаем, что говорит Кадыров, а затем я прокомментирую это. Кадыров, а затем я прокомментирую это. Сказать людям, и, говорит, печать надо поставить на лоб, пожизненную клеймо, говорит, прижечь, сказать, что он не чеченец, не мусульманин, не мужчина, вообще никто. Как можно, говорит, радоваться, когда мусульманину плохо? Они говорят, мол, шайтан нас обманул. При чем здесь шайтан, говорит? Это что, шайтан тебя, у тебя телефон с кармана достал и начал снимать на видео, якобы, то, что происходит. Здесь речь идет о людях, которые снимают, запечатляют на камеру, как что-то, что не нравится Кадырову, или что-то негативное, и выкладывают это в сети, распространяют. Он говорит о таких людях, что в их случае вот эта вот отмазка, типа, шайтан меня обманул, там, бес попутал, это не работает, говорит, потому что это не бес достал твой телефон и снимал, значит, на камеру, или заставлял тебя это делать. Но вот удивительное, удивительное противоречие. Дело в том, что буквально, ну, неделю назад, до вот этих слов, Кадыров, оправдывая своего родственника, ислама Кадырова, он говорил нам, ну, ведь мог шайтан попутать, что теперь, человека сразу казнить надо? Надо прощать. Тогда в нем проснулся милосердный Рамзан Кадыров. Он говорил, человека, может быть, бес попутал, к чему вы сразу просите его казнить? Давайте будем милостивыми, давайте будем прощать. Ведь пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, простил всех тех, кто причиняли ему какие-то обиды. В пример он нам приводил пророка, мир ему и благословение Аллаха, он говорил, что пророк простил убить своего дяди. И вот почему-то в вопросах, касаемо своего родственника, ислама Кадырова, Рамзан не сказал, надо ему, надо его выявить, поставить ему клеймо на лоб, прижечь, сказать, что он не чеченец, не мусульманин, не мужчина и вообще недостойный человек. И показать его, значит, на весь мир. Почему-то вот в этом случае он этого не сказал. И вот вам теперь, ЧКТРКшники, вам надо поработать над тем, чтобы вот такие вот противоречия, из речи вашего падишаха, чтобы вы их тоже теперь отсеивали, чтобы вы анализировали. И так, вот здесь он говорит это, но до этого были сказаны другие слова, значит, наверное, нам нельзя давать это в эфир. Вот еще один пример противоречия, послушайте вот эти слова Кадырова. Кадыров говорит, все, что они видят, плохое, они закидывают. А плохое, говорит, не закидывают. Но это же, говорит, твои братья, мусульмане, говорит, твои братья и сестры. Надо наоборот скрывать такие вещи. Показывать нельзя. Это же из твоего народа люди. Если, говорит, мои негативные, значит, моменты вы их покажете, то ваши тоже, говорит, Севышний также покажет. Их надо же вскрывать, говорит Кадыров. Но вот не пришло там месяца, по-моему, или полтора месяца назад, когда Лизан Исаакова в самом непристойном виде показали на весь этот мир, поставив к ней домой камеры, скрытые камеры видеонаблюдения, женщину взрослую у себя дома, там, где она может быть неприкрыта, раздета как-то. Ну, те кадры, которые нельзя было вообще показывать на весь этот мир, Кадыров их показал. Как так? Как можно так противоречить самому себе? В общем, поработайте над этим, чагатаркашники. Значит, то, что вы освоили работу по устранению слов-паразитов из речи Кадырова, это неплохо. Давайте теперь следующий этап. Устраняйте его противоречия. Субтитры создавал DimaTorzok